Мы поговорим сегодня о страстной седмице, вернее о том, как она отражается в иконописи. Когда вы входите в храм, на аналуй лежит икона того праздника или того события, которое отмечается в этот день в церкви. Или вы видите на иконостасе иконы, и они тоже отражают те события, о которых говорит Священное Писание. И в некоторых иконостасах есть целый ряд, именно посвященный страстям Господним. Икона помогает нам понять, о чем говорит Священное Писание. И если говорить о страстной седмице, то начинается она с входа Господня в Иерусалим. Это событие, о котором Священное Писание говорит так. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Илеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тот час найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тот час пошлет их». И далее Священное Писание повествует, как Христос садится на эту ослицу и въезжает в Иерусалим, как въезжали цари на Древнем Востоке. И весь народ выходит к воротам города встречать его и кричит «Ассанна, сыну Давидову!». Казалось бы, вот признание, признание его мессии, признание его царем. Но икона нам показывает, что народ разделился. Сзади идут ученики, впереди отроки постилают одежды, срывают пальмовые ветви. Кстати, отсюда именно этот праздник называется «Неделя Ваи», «Неделя Пальм». У нас это вербное воскресенье, потому что в нашей полосе расцветает верба в это время, и мы встречаем Господа именно вербами. Но на иконах мы видим пальмы в руках и народ, который стоит во вратах Иерусалима. И среди них есть фарисеи, которые сомневаются, которые смотрят недобро. И очень часто на некоторых иконах Христос как бы отвернулся от толпы, которая его встречает с такой радостью, потому что он понимает, что он, да, входит сейчас как царь, но ему предстоит крестный путь, крестные страдания. И далее, собственно говоря, начинается действительно его путь уже на Голгофу. Страстная седмица строится именно так, что каждый день мы вспоминаем какое-нибудь событие вот из этих страстей. И, конечно, одно из важных событий – это Тайная вечеря. Накануне своих страданий, своей смерти Христос собирает учеников и совершает с ними вечерю, седр по еврейскому обычаю, так, как совершали евреи, когда вышли из Египта. Но он вносит в это свое новое толкование. И вот мы видим на иконе сидят ученики вокруг стола, возлежат, можно сказать, потому что сидели именно полулежа вокруг стола. И Христос им задает очень важный вопрос, что один из вас предаст меня. И, конечно, все спрашивают, и мы видим, что на иконе, которая всегда строится очень строго, даже в этот момент все как бы повернуты друг к другу, потому что они спрашивают, что же такое свершится сейчас. Один из вас меня предаст. Именно тот, кто протянул руку в чаше. И икона всегда показывает, обычно напротив Христа или близко к нему сидит Иуда, который протягивает за хлебом к чаше свою руку. А рядом Иоанн, Иоанн, который любимый ученик Христа. Он припал к груди Господа, он слушает его сердце. Вот икона говорит о том, что есть человек, который любит, ученик, который слушает Христа, и есть предатель, который готов его предать. Но интересно, что икона показывает нам еще один эпизод «Тайной вечери», который тоже очень поучителен. И тоже мы про него можем прочитать в Писании. И вот этот эпизод тоже. часто изображается в иконах, в страстном ряду иконостаса, когда Христос уже не как учитель, а действительно служа своим ученикам, умывает им ноги. И потом он даже говорит, тоже об этом нам в Евангелии сообщает, что говорит, вот вы называете меня Господом и Учителем, и правильно делаете. «Но я вам умыл ноги, и вы так же поступаете». Вот этот вот эпизод, казалось бы, может быть, к страстям не имеющий отношения, но он важен, потому что так Христос показывает истинное ученичество. Так Христос показывает то, что Он готов служить. И Он пришел не для того, чтобы Ему поклонялись, а для того, чтобы служить. И самый верх Его служения, конечно, самая вершина служения – это Его крестная жертва. И после Тайной вечери, как сказано в Писании, и воспев, пошли на гору Илеонскую. Вот на ту самую гору, с которой, собственно говоря, он спускался, когда входил в Иерусалим, сидя на осле. Но теперь он входит в масличный сад, в оливковую рощу, и там молится о предстоящей жертве. И очень часто этот эпизод становился, «Моление о чаше» становился сюжетом темы для живописных произведений, потому что это действительно человеческий, очень понятный момент для Христа. Настает такой трудный час. Он должен добровольно пойти на эту жертву, и он молится, пусть минет чаша, это сия меня. Но не как я хочу, но как ты, отче. В иконе этот эпизод бывает нечасто, но он, если встречается, то очень выразительно изображается, потому что Христос молится на таком пригорке, а рядом спят ученики. И вот это соединение такой беспечности учеников и такой агонии, моления до кровавого пота Христа, икона, которая не фиксирует какие-то, может быть, очень эмоциональные моменты, изображает очень выразительно, чтобы показать, что действительно и мы также засыпаем в момент каких-то трудностей. Но, получив, так сказать, утешение от ангела, ангел приходит и утешает его, как сказано. Христос встает и говорит, встаньте, вы не могли со мной пободрствовать, идет предающий меня. И вот следующий эпизод страстей, его очень выразительно всегда изображают иконописцы. Это когда приходит стража, готовая вот сейчас взять Христа и отвезти его в приторию, но впереди идет Иуда. И Иуда целует Христа, и этим целованием он указывает на того, кого нужно взять. И вот поцелуй Иуды – это всегда очень выразительная икона, потому что она нам показывает вот этот момент, как ученик становится предателем. И мы даже в молитве перед Чашей, перед Евхаристией произносятся такие слова «Не лапзани эти дам, яка Иуда». То есть икона нам показывает вот этот вот момент предательства, и что именно лапзанием, то есть как приветствие дружеское, может стать вот таким знаком предательства. И это тоже всегда очень выразительные иконы. Христос перед нами стоит с открытым лицом, а Иуда всегда изображается в профиль, потому что его сущность как бы сейчас вот наполовину скрыта. Христа берут под стражу и ведут. Суд Пилата, суд Синедриона – все это тоже нам изображает страстной ряд иконостаса. И всегда это такое одиночество Христа перед теми, кто его судит. И это всегда тоже выразительно, потому что суд человеческий неправеден, суд Божий выше. И мы дальше следуем, мы видим такой эпизод, который тоже бывает, как правило, не отдельной иконой, хотя есть и отдельные сейчас иконы, но такой маленький эпизод, но очень выразительный. Это раскаяние Петра. Как пока шел суд, Петр, тоже об этом нам говорит Писание, следовал за Христом и пришел в приторию, чтобы наблюдать за этим. Его узнали люди, говорят, и ты был с Христом, и, я скажу, и тебя нужно судить. Но Петр отрекся. Петр отрекся и поймал на себе взгляд Христа и понял, что он тоже предал. И пошел, и раскаялся. И очень часто икона изображает петушка, который запел в этот момент. И вот, как и сказал ему Христос еще в Гефсиманском саду, что и ты предашь меня, не пропоет, и три раза петух, как ты от меня отречешься. И это свершилось. И это тоже назидание икона нам показывает, что и очень желая, так сказать, следовать за Христом, можно прийти вот к такому предательству. Ну, как мы знаем, два предательства закончились по-разному, потому что Иуда, когда узнав, что Христа предали на смерть, раскаялся, выбросил 30 серебряников, которые ему заплатили за предательство, и пошел и удавился. А что сделал Петр? А Петр плакал, раскаялся и пришел все-таки, так сказать, в стан учеников Христовых. Это тоже нам показывает икона. Символично показывает, не наседательно, но все-таки помогая нам понять эти сложные и такие глубокие, и в то же время житейские, евангельские смыслы. И после суда мы видим следующая икона – это несение креста. Несение креста. Очень часто изображается, что не Христос несет крест, потому что, как сказано в Писании, что взяли с поля Симена Кореньянина, человека, который шел с поля, просто со своего обычного крестьянского дела, и возложили на него крест, потому что до этого Христа били, поругали, надели на него терновый венец, и он, конечно, был не в состоянии нести крест. Кстати, икона практически никогда, в отличие, скажем, от живописи, не изображает физических таких страданий, и поэтому даже поругание и терновый венец, венчание тернием, бичевание в иконе не изображаются натуралистично. Но изображается то, как совершается это поругание, и как Христос потом идет и за ним несет крест Симон Кореньянин. Все-таки вот это следование за Христом разных людей икона показывает очень ярко. По-разному люди следуют. Одни спотыкаясь и предавая, другие раскаиваясь, плача. Третьи вообще, оказываясь ни при чем, но при этом вовлеченные в эту ситуацию. Тем не менее, икона нам показывает вот эти евангельские события, показывая, что путь крестный – это путь не просто одного человека, а что в него вовлекаются многие другие. Итак, Христос приходит на Голгофу. Его прибивают к кресту, и этот крест воздвигается между двумя разбойниками. Евангелие говорит о том, что Христос не один был распят между двумя разбойниками. При этом мы знаем тоже из Евангелия, что был еще третий разбойник, которого отпустили. Варавва толпа выбрала разбойника и не предпочла ему Христа. И вот между двумя разбойниками распинается спаситель мира. Один разбойник по левую сторону, другой по правую. И один раскаялся, мы его называем благоразумным разбойником, а другой хулил и ругал Христа. И даже издевался, говоря, «Если ты сын Божий, спаси себя и нас». Но часто иконы изображают только одного спасителя, но зато акцентируют на другом, что у креста стояли Богородица, Матерь Божья, Святая Дева Мария и Иоанн, любимый ученик. Все ученики разбежались, и только эти двое оказались рядом. И это тоже не случайно, что именно вот этот эпизод больше даже становится в центре внимания иконописцев, потому что по-настоящему здесь начинает формироваться уже новое отношение. С креста Христос говорит, «Все, Матерь твоя Иоанну», а «Матери своей», говорит «Все, Сын твой», указывая на Иоанна. Тем самым он поручает их друг другу. Интересно, что когда мы смотрим на распятие, мы не можем не заметить, что внизу креста изображается череп. Об этом ничего не сказано в Писании, но икона нам показывает, что первый человек, по преданию Голгофа, это могила Адама, что первый человек умер, а второй Адам, как часто говорили о Христе, и апостол Павел называет его вторым Адамом, он побеждает смерть. И икона, как правило, часто показывает не просто агонию, смерть Христа на кресте, а его победу. Поэтому очень часто не страдание, а именно уже как бы вот этот плод любви показывает, когда Христос распростёр руки на кресте, как бы обнимая весь мир. Страдания больше изображены в поникшей, такой действительно скорбящей Богородице. Её обычно поддерживают две женщины, жёны мироносцы, которые потом придут омывать тело Христа на гроб. И, конечно, страдает, мы видим, тоже поникший такой Иоанн. Иногда рядом стоит сотник, сотник, который, казалось бы, человек из другого народа. Тоже о нём интересно, говорит Писание, что это римский сотник, это, в общем, оккупационная власть. И тем не менее, видя, как Христос умирает на кресте, он сказал, действительно, этот человек – Сын Божий. И вот казалось бы, что самая кульминация Страстной Седмицы – это распятие. Но дальше икона нам показывает положение во гроб, оплакивание. И даже есть отдельная икона, которая называется «Не рыдай меня, мать», где Богоматерь обнимает, снятого с креста своего Сына, умирающего, умершего уже, потому что он сказал, «свершилось на кресте». Но в этом во всём есть уже намёк на победу, на том, что Христос побеждает, потому что даже само название иконы «Не рыдай меня, мать» говорит именно о том, что Христос утешает, «Мать, говоря о будущем воскресении». Об этом не говорит Священное Писание, но икона нам как бы раздвигает эти рамки текста для того, чтобы подвести нас к будущей тайне, к тайне уже воскресения. И само положение во гроб, оно всегда изображается очень выразительно. Это всегда вот такое вот с одной стороны оплакивание, а с другой стороны мы уже понимаем, что за этим стоит тайна. Тайна этой смерти, она же есть и тайна воскресения. Если мы вот так вот от иконе к иконе будем идти и рассматривать то, как иконописцы всё это изображают, как они даже не иллюстрируют Писание, а скорее хотят показать эти эпизоды, чтобы они вошли в наше сердце, то мы увидим много интересных деталей, которые потом нам помогут и прочитать текст, потому что современному человеку бывает непросто читать евангельский текст, но рассматривая ту или иную икону, мы можем многое понять и в самом тексте, может быть, даже больше, если мы просто будем читать Священное Писание. Я надеюсь, что вот так вот внимательно, глядя в иконы, рассматривая их, стараясь уловить нюансы, вы сможете больше войти в эту тайну Страстной Седмицы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok